приветствую всех из одессы друзья продолжаем наш поход по испанским полям да немного наша машинка подзахворала ребята находятся в каком-то похмелье после чемпионата мира никак не могут найти свою игру связать два паса на поле не знаю что случилось с командой надеюсь сегодня мы будем играть немного получше чем в прошлый раз но пока мы возвращаемся тем не менее не на испанские поля обстан сборной украины играем квалификацию чемпионату европы но и в первом туре мы сыграли в ничью еле-еле вытащили эту ничью со сборной италии но повезло нам немножко англичане сыграли в ничью с рванцами но португальцев к свой матч не играли ну и собственно говоря с англичанами мы сыграем второй тур на выезде на уэмбле но играть будем основой естественно состав сборной англии на ваших экранах хорикейна стрета хорикейн который выступает в этом сезоне за мадридский реал в составе которого он нас уже успел огорчить ну что хорошая возможность отомстить но тем не менее начинаем мы по традиции этот матч с обрезки но слава богу на половине поля сборной англии тем не менее англичане уже переводят мяч на нашу половину поля стерлинг получает мяч передача на хендерсона там же хорикейн караулит и пробивает поворотом снова стерлинг хендерсон этот раз пробивает ну жора уже запотел на первых минутах буквально ну никто не говорил что будет легко-то на уэмбле конечно у нас на шеях висят медали чемпионов мира но чувствуете медали очень и очень сильно тяжелые давят они на наших ребят не дают буквально разбежаться но может быть вот сейчас там на правом фланге открывался цыганков но а в сайт ну и в очередной своей так и сборной англии но тем не менее перехват от нас ну и на этот раз мне кажется цыганков получит передачу на фланге нет это гуляй нога ну что где же еремчук еремчук вот только сейчас открывается но тем не менее следует передача на дальний и зубков автор двух мячей в ворота итальянцев на этот раз мажет как же так саша убойнейшая позиция хорошо цыганков помогает в обороне гуляй нога впереди отдаёт на малиновского малиновский на зинченко зинченко пытается на гуляй ногу все-таки достается мяч гуляй ноги и тот уже врывается в штрафную но можно решать самому димуля ну почему они не попадают по воротам ай-яй-яй малиновский какой перехват ну как-то завозился руслану тем не менее зинченко здесь на подборе снова отдает на малиновского малиновский вперед на еремчука еремчук ну не решается на удар сразу левой ногой удерживает мяч еремчук но в итоге поперечная передача куда зачем непонятно бен чивол по левому флангу его встречает цыганков ну по крайней мере имитирует эту встречу на фланге тем не менее чивола даёт уже в нашу штрафную это джейден санчо ждет передачу кейну и день забивает уже в другой белой футболке футболки сборной англии хари гейн почему-то под 28 номером забивает наши ворота 1-0 англичане повели все пожалуй закономерно цыганков так и не смог навязать борьбу никто и не встретил джейдена санчо ну и наши центральные защитники вдвоем просто наблюдали за тем как харри кейн в упор расстреливает жору бущина гуляй нога на этот раз хорошая передача цыганков отдавал назад на гуляй ногу тот зацепляется за мяч гуляй нога в штрафной ну сам решает пробивать гуляй нога и снова гуляй нога на подборе еремчук ну вот решили наконец-то попить поворотом но мяч ни разу не дошел до владений вратаря сборной англии цыганков хорошо отрабатывает в обороне витя получает ответную передачу там же впереди гуляй нога но судья дает исток на перерыв хорошо наша контратака зинченко передача на еремчука хорошо еремчук зацепился за мяч все-таки отдает назад еремчук зубков чтобы делать саша но тут все накрывают буквально все щели закрывает сборной англии у своих ворот снова еремчук почему-то на фланге роман отдает на зинченко зинченко на зубкова который караулит уже в центре поля почему-то ну вот она передача на цыганкова тот отдает штрафную зубков все ближе и ближе к правому флангу в итоге цыганков и тут положение вне игры очараба на зинченко саша дальше в центр малиновский ну вот сейчас зубков уже по своей позиции идет зубков ну зачем такая ранняя передача саша а это уже опаснейшая контратака сборной англии но ошибка передачи слава богу жора буча на месте нужно быстро выходить свою контратаку снова центром попробуем наверное хорошо еремчук проталкивает туда на шапаренко шапаренко не успевает но теперь уже теперь уже все перекрыто мы выходим в очередную позиционную атаку пытаемся крайне мере гуляй нога нет фала снова попытка забросить за спины нашей обороне на этот раз удачно джейден санчо принимает мяч хачараба ошибается позиционно хорикейн пяткой маунт низом 2-0 на циферблате 68 минута уже на исходе ну не знаю ну и плюс ко всему еще и гуляй нога получает травму это очень и очень печально кто выйдет вместо гуляй ноги буяльский поднаелся уже и зинченко выйдет вместо зинченко степаненко зубков пока играет неплохо цыганков в принципе тоже справляется ну поэтому только степаненко и буяльский освежат игру но буяльский и не просто освежит он вынужденная замена верим чук хорошая передача на зубкова что то а я я не доходит до малиновского мяч хорошо шапаренко очень хорошо ну что короночка ну и на этот раз или может кто-то отдаст на еремчука все-таки буяльский пробивал в итоге поворотом и теперь подается гонков ну вот теперь на еремчука и тут пробивает головой и еще одна подача цыганкова на этот раз еремчук не добирается до мяча за барный передача в штрафную шапаренко удерживает мяч отдает туда на дальнюю там никого увы здесь тоже нужно зацепиться за мяч но теперь вот уже все подбор стол счивал и англичане выходят эндерсон снова стерлинг снова передача в центр штрафной медисон передача на кейна все слишком легко для англичан без парад на оборона от сборной украины табаренко зубков хорошо еремчук буяльский тут малиновский но накрывают просто моментально ударные ноги наших парней ну и еремчук стреляет по воротам что ж финальный свисток очередной позор на этот раз на уэмбле 30 беда не приходит одна как говорится гуляй нога вылетает на 7 месяцев только этого не хватало димуля выздоравливай поскорее не знаю как мы будем играть без тебя не знаю как мы вообще будем играть глядя на последние результаты возвращаемся мы и стана сборная снова на испанские просторы смотрят турниру таблицу кадис идет 14 после трех матчей всего три очка в нашем активе и разница забудут забитых и пропущенных минус 3-4 гола всего лишь мы забили но уже успели пропустить всем смотрим что там наверху там наверное оглавенствует мадридский реал ничего удивительного мы преследует его атлетика мадри все как прошлом сезоне пока что ну и наша игра в принципе такая же как на протяжении практически всего прошлого сезона не знаю как мы таким образом играет так отвратительно настолько чудесно сыграли на чемпионате мира водрузили мы себе на шее медали чемпионов и теперь настрой на нас соперников судя по всему запредельный нужно было конечно поменять гуляй ногу в основе то я сделал уже после этого матча час назад возвращаться не будем выпустим наверное знаете что выпустим ярмоленко вот так вот все равно игрок на этой позиции время от времени смещается на фланг ну и андрюша с этого фланга должен показать свою лучшую игру вот она вот он звездный час андрей ермоленко может быть он освежит нашу игру ну соперник хороший граната обыгрываем гранату поднимаю себя настроение дальше возможно все пойдет как по массу поехали но пока начинается свои таки гранатой уже душа он вступает в игру выйдем ли мы в свою контратаку ярмоле немного не хватает скорости чтобы быстро когда за впереди тем не менее вот он получает мяч а и пытался отдать на ремчука угловой тем не менее мы разыгрываем передача в район 11 метров мяч выносится и штрафной но забарный на подборе отдает на хачарабу хачараба ну что отдай кому-то у кого есть удар или пас он находит шапаренко шапаренко пытается сбросить защитника передача на зимченко зимченко занимается тем же самым ну и что и тут фол ну и у мяча малиновский будет пробовать пробить сильно под перекладину руслан пробивает малиновский сильно под перекладину но по центру цыганков отлично играет цыганков в очередной раз в защите ярмоленко передача ну не глядя в штрафную буквально ну и на это родинченко выигрывает вверх но здесь никто не помогает александру зацепиться за мяч а ой 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 какой удар и гущан подача штрафную и очередную удар поворотом гущана ганалон передача уже нашу штрафную под удар тут матриенко встречается матержа на этот мяч шапаренко отлично уходит из-под опеки это шанс выйти в контратаку шапаренко ну какая передача сильнейшая просто многие еремчуку тут обрабатывает этот мяч ярмова себе под левую убить неудобно ярмова удерживает мяч шапаренко ну удар по воротам но в руки вратарю цыганков передача ну снова снова там нет я римчука тем не менее мяч у нас зубков ближний пробивает зинченко уже просто положил язык на плечо и бежит прикрывать зону в которую не успевает ярмоленко цыганков тут как тут шапаренко обрезка от коли ну и очередная атака гранады очередная опасная атака могла бы быть но тут забарный молодец забарный зинченко удерживает мяч что там ребята кто себя предложит шапаренко ну вот она отличная передача на колю но прием не очень откровенно говоря ой 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 обыгран наш защитник но отпускает мяч игрок гранады далеко от себя финтит финт за финтом гущан забарный ну и на этом свисток на перерыв очень-очень тяжело дается игра пока что нам хорошо ну а здесь что заброс за спины но внимательно играет защита гранады и мяч у нас это ярмоленко принимает начандрюша пытается его обработать отдает немного назад цыганков под удар все-таки шапаренко ну тут может пробить поворотом цыганков подать от угол флажка в штрафную снова не удается пробить на это шапаренко на этот раз левой в дальний угол мимо шараба выигрывает вверх ну давайте надо немного поднажать соберитесь ребята зубков идет вперед ну там все перекрыто впереди увы малиновский вправо тоже можно стрелять ну удар за ударом мы уже обрушили поворотом гранаты тут что судя по всему еще один угловой ну что третий угловой можно и уже и забить ребята возня мяч взмывает перед штрафной гранады шапаренко обрабатывает его пробивает снова поворотом но один из самых активных в этом матче в атаке поля шапаренко бьет он раз за разом удерживает мяч но надо раз без фала отбирают у него снаряд ну и гранада пытается выйти в свою атаку медленно они развивают ее а это очень опасно для нашей броны как всегда таких затяжных атаках мы умеем просто потеряться стать ступором наблюдать за тем как соперник комбинирует но не на этот раз зубков но очень глубоко играет зубков да еще и рукой это опасно ну вот она вам вот он шанс разбежаться шапаренко самые активные нашей команды ну и решает поля уходи ноль выходим вперед какой же нужный гол цыганков по флангу ну что коронная там есть наши ребята в штрафной цыганков подает на дальнюю зубков штанга ай-яй-яй но зубков есть скорость у зубкова ай ну да хорошо еремчук как принимает мяч роман ну вот он твой шанс наконец-то открыть счет своими чем в этом сезоне и решает этот вопрос еремчук ну казалось бы все сейчас выйдет вратарь перекроет весь кислород еремчуку уже двое защитников весели у него на плечах но и вратарь остановился и защитники ничего не сделали в итоге а еремчук все сделал как надо 20 вот сейчас то и раскроется граната потихонечку я уверен вот очередной шанс забить еремчуку и 2 2 уже на счету романа а все-таки гранады уже три малиновский центре еремчук предлагает себя получает передачу еремчуку а я я мог и хитрик сделать зубков снова из глубины передача центр зинченко подлево убирает зинченко там малиновский малиновский видит первому ярмова здесь ну неудобно не пробивать все буквально накрыто зинченко удар будет от малиновского конечно же удар мяч за нами папаренко зубковым играют хорошо малиновский ну кто-то еще должен открыться но уже все не нужно открываться нужно уходить в раздевалку 3-0 обыгрываем и гранату показалось какой-то момент что и здесь мы конечно обосрёмся не сможем мы одолеть гранату возможно даже проиграем это был бы уже совсем уже позор пали бы мы ниже некуда но тем не менее выгрызли мы эту победу сумели вскрыть оборону гранаты но потом команда оппонентов уже посыпалась немного приподняли мы приподняли мы себе настроение и очень вовремя мы это сделали потому что нам предстоит старт в лиге европы мы принимаем дома фейн орки пожалуй нашего главного соперника в этой группе немного не оправдал себя конечно ярмоленко не проявил себя андрюша не хватает уже ветерану скорости чтобы закрывать помогать сиганкову на фланге поэтому выйдет на поле роман безус в основе посмотрим как проявить себя безусну в остальном все без изменений выходим мы основой на наш домашний стадион принимаем и фейн ор это дебют еврокубков очень ответственный матч нужно под собраться а я и просто как нож через масло проходят нашу оборону игроки фейн орда в первые минуты первые секунды буквально этого матча и киль забивает как же быстро открывает счет фейн орд стоит просто зубков помог бы и бежать сухов но хорошая передача тем не менее от малиновского ну и мы быстро отыгрываемся короночка наша заходи 1-1 зинченко хорош зинченко просто примагнитил мяч своим ногам забарный тут бы не обрезаться спокойно играет забарный хачараба назад отыгрывает нажору бущина там уже один забарный хорошо мы вроде выходим из-под прессинга но накрывают как забарного и уже втроем на двоих выбрасываются игроки фейн орда удар поворотом штанга спасает боже мой очень высоко прессингуют фейн орд вот так вот просто об соу выходит забарный спад прессинга а это что за передача хорошо а зубков нужно доиграть саша фук чуть не обрезается зубков передача на шапаренко шапаренко видит зубкова выходит зубков на оперативный простор передача на еремчукой тот марта ближний угол ай-яй-яй очередной провал снова этот тиль ну и он показывает что он тоже не плох в завершении буквально вдвоем каждый раз набрасываются на наших защитников на приеме мяча это очень неприятно но тем не менее выходим мы потихонечку из обороны сиганков на малиновского малиновский видит рывок шапаренко получает мяч под левую увы подстраивают но тем не менее неплохой удар мяч уже в нашей штрафной забарный хорошо забарный ну что контратака зубков зубков по флангу не стал идти отдает на еремчука там уже параллельным курсом продвигается малиновский ну и разбирается как заправский форвард руслан второй мяч на его счету разыгрывают игроки гостей маласия какая неаккуратная скидка возня здесь и что судья видит пенальти тоже согрешил в трофной герой встречи в нашем сас ну какой пенальти здесь что он свистит ну что еще не все потеряно еще бущан может потащить ай-яй-яй жора 22 ну что ж 22 но не самый не самый плохой результат хотя хотелось бы конечно уйти на перерыв ведя в счете комбинирует фейнур гущан подача в нашу штрафную с углового но здесь нужно внимательно выйти безус хачараба будет 1 на мяче хачараба хорошо уходит от защитника хачараба пасует на безуса но немного недодачу тем не менее безус добирается до мяча хачараба дальше туда на цыганкова цыганков видит забегание малиновского хорошая передача на руслана руслан едина ли это опасно что-то они задумали задумали дальний удар гущан привозник ну как-то но положение вне игры выдыхаем друзья хорошо в одно касание мы разыгрываем фейнур какому не готов цыганков на фланге кто там в штрафной а неважно потому что паз заблокирован подача тугового флажка мяч у нас забарный нужно тут внимательно ну под ударный на хачарабе тот пробивает вот так вот клюшкой просто направлении ворот он падает этот мяч а теперь не успеваем и просто вернуться в оборону хачараба там ну просто еле-еле двигается где-то в центре поля но цыганков занимает его позицию и страхует ну а тоже займет позицию цыганкова впереди предлагает себя малиновский малиновский яремчук не успевает малиновский под леву убирает ну ай-яй-яй снова опаснейшая передача матвиенко гущан да выноси уже выносит гущаны практически точно но накрывают в центре поля наших игроков и это снова так а фейнур да какое ударище ну и шанс выйти в контратаку ну давайте давайте ребята быстрее быстрее работаем без мяча зубков там безус ну что роман решает этот эпизод и решает безус третий ворота фейнурда опасно ребята нужно накрывать ударную гущан какая реакция спокойно нужно доиграть эту игру зубков там один буквально был впереди но передача идет и не туда и не сюда и в итоге атака еще фейнурда вместо того чтобы удержать мяч на последних минутах мы привозим угрозу своих ворот опасно забарный хорошо подбор за безусом безус безус буквально четверо игроков возле нашей штрафной фейнурда безус слава богу что финальный свисток мы очень очень хотели привести видимо гол свои ворота но судья молодец не дал он нам это сделать мы побеждаем в стартовом туре розыгрыша лиги европы дома фейнур 3 2 но задвигались немного наши ржавые шестеренки заиграла команда забегали мы наконец-то начала срабатывать наша короночка проход по флангу заезд по флангу на велосипеде передача в штрафную а там уже дежурят 8 наших игроков но пока не 8 12 ну этого начинает хватать ну нужные победы набираем мы победный ход переносимся мы снова в чемпионат испании тут нас поджидает снова домашняя игра с альмерией еще один удобный соперник возможно бы его сыграть уже вторым составом дать отдохнуть ребятам но еще рано нужно набирать очки и альмери это очередной подходящий оппонент для этого ну чтож поехали немного странная форма альмерии конечно малиновский пробиваю я я это опасно тоже ошибся зинченко как так ошибается зинченко ну и гуща маквиенко на зубкова но альмерия дает нам дышать воздухом на поле дает разбежаться зубков передача юрмчук какое ударище и правда и мы даем альмерии тоже разбегаться и к чему это приведет хук забарный хорошо выходим мы в очередную контратаку но натера зубков конечно слишком глубоко накрывают его движение зинченко видят партнеры продвижения вперед цыганкова цыганков свою очередь видят подключение от безуса по его позиции бегу ну еще один мяч на счету романа 1 0 легко мы открываем счет зубков снова из глубины небрежная передача но альмерия дает так играть сегодня шапаренко ай-яй-яй а вот это опасно снова мяч на фланге забарный опускается туда на план в центре некому его подстраховать но это удар это издевка над гущеном спокойно он берет его ну что ребята нужно немного быстрее задвигаться все-таки давайте побежали хорошо шапаренко а видит извините это был цыганков конечно же видит он малиновского и малиновский очередной мяч кладет ну вырисовывается новый бомбардир в новом сезоне руслан малиновский хорошая передача зрячая цыганкова ну и в ближний угол правый нерабочий мастерский отправляет мяч малиновский как присел на колено помолился перед этим малиновский хорошо зубков просто съел оппонента на его половине поля на фланге беремчук видит очередное забегание малиновского но малиновский на транс не стал бить хорошая передача на зинченко тут пробивает зинченко подача в тропную на подборе безус безус хорошо ставит ногу жестко роман ну а что цыганков да здесь а кто же займет его позицию качараба на фланге качараба тут еще и финтит ну хотя бы так хотя бы так от качарабы цыганков хорошая передача тут можно было бы пробить но не получается ну и на этом пока свисток на перерыв по игре мы довольно таки уверенно все делаем да и по счету все в порядке а соответственно значит на второй тайм можно и под выпустить тех кто давно на поле не появлялся давайте выйдет миша мудрый ну конечно в центре он сыграть не сможет выйдет во фланге и тогда что получается зубкова нужно снимать подавайте и буяльский поиграет ну и донбик артем долбик еремчук пока не идет и римчука игра пусть он посидит подумает над этим подача в тропную кого здесь будучи внимательно через ближнего играет жора качараба не глядя а лучше бы посмотрел тем не менее мудрик мудрик уже смотрел но видимо ничего не видел это обрезка и атака альмерии что мы хотим усложнить себе жизнь в дебюте второго тайма судя по всему но бросаются один за другим игроки кадиса на этот мяч ну и буяльский буяльский наконец-то нашелся тот кто смотрит на поле отдает буяльский на безус а безус хорошая передача туда ну и долбик умеет играть головой артем третий мяч сетки ворот альмерии зинченко ну просто сожрал он мяч на половине поля армирии зинченко уходит еще из под прессинга малиновский зинченко ну заслужил хотя бы удар по воротам но нет не жадничает зинченко отдают на буяльского разыгрываем мы мяч буяльский цыганков он видит этот микрорывок мудрико подача в тропную забарный малиновский малиновский долбик это контратака и положение вне игры флажок поднял вот такую-то альмерия не хотят они чтобы мы ушли с нулем графе пропущенных в этом матче приятный для себя итог подвели под этой встречей но тем не менее мы выбрали мяч малиновский хорошо видит свободного буяльского буяльский смещается к центру помогает ему подключается тут цыганков уже нет силы цыганкова но все-таки есть есть сила на удар в штангу опасно но все-таки хотят эти парни забить но хотят они не очень уверенно мы хотим не пропустить и наше желание пока что превалирует над их желаниями мы выходим в свою контратаку хочу раба шикарный пас на безуса тут немного останавливается там есть кому замкнуть центре штраф ноль добби отдают на мудрик а вратай просто в шоке окоченел и мудрик в упор его расстреливая будут конечно подсказал бы кто вратарю альмерии что в этой игре можно выходить из ворот в принципе на перехват мяча но слава богу он этого не знает и этим пользуется мудрик 4 0 ну что истекают уже последние буквально секунды матча мы можем и 5 забить мудрик если исполнить передачу но он ее в принципе исполнял наверно в руки вратарю но уже неважно 40 отличная убедительная победа находим мы потихоньку игру наконец-таки и это дает нам нас подняться по турнирной таблице занимаем уже шестую строчку девять очков в нашем активе ну и атлетика мадрид там бодается с реалом где-то там на вершинах но мы не так уж и далеко мы уже во подножье этой горы ну я думаю не стоит снимать с повестки дня все-таки борьбу за чемпионство в чемпионате испании есть еще время у шапаренко конечно же свои шансы будут и ирюбчука роман я уверен еще найдет свою игру в этом сезоне ну и хотя бы двадцатку наклепает ворота оппонента в прошлом сезоне у него тоже не очень задалось вначале он забил 4 гола в первом туре потом долго роман молчал ну и в итоге закончил золотой бутс и в своем кабинете посмотрим как будет в этом сезоне посмотрим как и наша судьба сложится неплохо мы стартовали в евро кубках начинаем поправлять свои дела чемпионате да конечно у сборной в отборе к евро пока что дела идут ну так себе мягко говоря ну там и группа сложнейшая конечно но мы чемпионы мира и мы должны показывать хорошую игру ну что ж на этом будем прощаться ребята до скорых встреч ставьте свои лайки под этим видео обязательно это очень важно в очередной раз я прошу вас протянуть свои пальцы вверх под этим видео ну и обязательно берегите себя мы скоро увидимся все буду украина украина